В последнее время у нас какие-то жуткие перекосы, вот жуткие перекосы. Мы в законодательном собрании порой заходим в тупик в вопросе. Собака загрызла человека, вот, и общество разделилось. Одни говорят, в этом виноват человек, вторые говорят, убейте человека, защитите собаку. И это дико, понимаете, это дико. Мы выросли в Советском Союзе, мы знаем, как люди относились к животным. У каждого во дворе была собака, и мы индивидуально несли ответственность за свое животное, которое находилось у нас. Внутри себя эта ответственность была, никакими законами? Совершенно верно, эта ответственность была внутри себя. И люди, которые жили на улице, допустим, у нас в городе Зминогорске, все знали, где чья собака, и не было никаких. То есть каждый хозяин нес ответственность за щенков, за котят. Сегодня, к сожалению, это произошло в 80-е годы, когда, с одной стороны, многие, поддавшись моде, завели себе собак и затем побросали их. В-третьих, при распространении, так будем говорить, в стране приусадебных хозяйств частных, я дачу имею в виду, когда люди стали брать на летний период времени себе котенка, а в зимний период времени бросать их там. Вот эта жестокость, вот эта безжалостность по отношению к животным, она комом наворачивалась. А затем появились люди, которые стали все это жалеть. Жалеть, причем здесь тоже произошел перекос. Для них животные, они оказались, к сожалению, важнее жизни человека. И сегодня они, объединившись вот в это сообщество, начинают просто вести борьбу с человечеством. Это тоже совершенно неправильно, это неверный, это неправильный подход. Здесь нужно найти золотую середину. Я вспоминаю свою Томку, я вспоминаю собаку-дружка, и никто мне в школе не говорил о том, что Сережа, ты должен Томку любить, ты должен дружка своего любить. Любовь к животному прививается прежде всего родителями, прежде всего старшими братьями, сестрами. И домашние животные, они всегда были членом семьи, которые остерегали, охраняли дом, которые охраняли животных в частом подворье. И, конечно же, вот эта любовь взрослых, она передавалась и детям. Это передавалось из поколения в поколение. Я всегда говорю о том, что вот когда мы в Государственной Думе рассматриваем какие-то законы, я всегда говорю, вот если вы приняли более жестокое наказание, вот именно жестокое наказание, в плане, нет, ни слова неправильно, суровое наказание, более суровое наказание, То есть, если бы за выборочную собаку, допустим, обязали платить штраф в 100 тысяч рублей, я уверен, что собака стала бы меньше. И мы пытаемся, вот депутаты Алтайского краевого законодательного сооружения, мы пытаемся это донести до высших органов эшелона власти. Только именно суровое наказание может изменить ситуацию, и люди станут бережнее относиться. Продолжение следует...